Всем привет, меня зовут Ольга Рохас, я живу в городе Нью-Йорке, я замужем за горячим перуанским мужчиной, и в моей жизни присутствует ежедневно активным образом три языка, а вообще я, можно сказать, владею четырьмя языками. И я бы хотела вам рассказать, как так получилось, как я выучила все три, ну я бы сказала, четыре языка, но три в активном использовании, какие они, как я к этому пришла. В общем, все началось с того, что я родилась в России, и моя мама с папой меня научили говорить на русском языке. В принципе, получается, мне достаточно неплохо говорить на русском, как мне кажется, но, конечно же, бывают какие-то промахи. Но, в принципе, мне кажется, что я им владею на уровне носителя языка. На второй позиции для меня стоит язык английский. Английский, конечно же, как и все, я начала изучать еще в школе. С первой класса у меня был английский язык, но, честно сказать, у меня не сильно складывалось с английским языком в школе. Во-первых, учительница была не совсем чтобы мотивирующая, да и я была таким, шелтайблтайм, каким-то занималась вечно на уроках английского языка. До тех пор, пока не вызвали мою маму в школу и сказали, что у нее есть способности, она может хорошо говорить на языках. Они ей даются очень легко, и она, к сожалению, не пользуется этими возможностями. И, в общем, мне устроила мама, ставила дом в большой бестон, это было примерно в девятом классе. И наняли мне репетитор, и я начала заниматься с учительницей, ездить к ней домой. Таким образом, появилась идея о том, что после окончания школы я поступлю на ФИЯ в культете иностранных языков, что я и сделала. Я отучилась пять лет в культете иностранных языков в моем родном городе Новосибирске, в НГПУ, в педагогическом университете. Там же я, когда поступала, я попала на англо-немецкое отделение со второго курса университета. Я учила немецкий язык. То есть мы учили английский, я учила пять лет, немецкий учила там я четыре года. И, в принципе, когда я уже заканчивала на немецком, я тоже, в принципе, могла изъясняться. Конечно же, это было не такое спокойное, живое общение, как на английском языке, но все же я могла изъясниться, читать. И какие-то все равно, мне кажется, если бы я поддерживала этот язык немецкий, то я бы могла им владеть тоже свободно. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю. Пока я ездила во время своей учебы на ФИА, я ездила в Америку каждый год по World and Travel программе. Я познакомилась здесь, в Нью-Йорке, со своим мужем. И, впоследствии, после окончания университета, я к нему переехала и вышла за него замуж. Таким образом, я учтилась здесь, в Нью-Йорке. Но, таким же образом, я прекрасно поняла, что немецкий язык, он от меня отдаляется и уходит. Но, я для себя обрела новый испанский язык. Испанский язык я очень сильно всегда любила. Даже было время, когда в старшей школе я хотела поступать именно на англо-испанское отделение. Но моя учительница русского языка мне отговорила, сказала, это слишком легкий язык, чтобы его изучать в университете. И ты можешь, в принципе, сама дома. И я помню, я купила учебник, он даже где-то здесь у меня есть. Этот учебник, он у меня просто валялся все пять лет, пока я училась в университете, потому что времени у меня просто не хватало на него. Когда я ездила в Америку, я работала в мексиканском ресторане. И этот мексиканский ресторан, конечно же, был наполнен испаноговорящими. Ну, были там не только мексиканцы. Вот, и я постоянно слышала испанский, так как мне этот язык очень нравился. Я начала, как бы, внимание свое очень сильно фокусировать на том, что они говорят. Тем более, учаясь на факультете иностранных языков, у тебя просто уже привычка, да, какая-то уже, как бы, ухо достаточно хорошо развито на новые языки. И мне было достаточно легко подхватывать какие-то слова. Память тоже была уже такая, как сказать, натренированная, что ты, в принципе, быстро все запоминаешь. Не сильно нужно фокусироваться, чтобы просто мотивация была достаточно высокая, потому что мне очень нравилось, как они разговаривают. Это, ну, мне кажется, испанский, это самый лично для меня красивый язык в мире. И я хотела просто поделиться такой страстный язык, и я хотела, чтобы я так же смотрелась и звучала, как они. Поэтому тогда зародилась и укрепилась моя любовь к испанскому, но, к сожалению, времени для изучения этого языка у меня пока что не было. Когда я закончила университет, как я уже говорила, я переехала к своему мужу, мы всегда с ним разговаривали по-английски. То есть наша love story закрутилась именно на английском. Вот. Но со временем я поняла, что это не очень приятно, ну, разумно, я не знаю даже, как какое слово подобрать, но смысл в том, что кто-то из нас должен разговаривать на родном языке. Потому что когда оба иммигранта говорят на неродном языке, то создается какое-то, ну, не то, что и недопонимание, недопонимание, но нет какой-то глубины общения. Нужно, чтобы хотя бы один человек имел возможность выразить на 100%. Я решила, что я отдам такую возможность своему мужу. Он на английском, конечно, разговаривал, но я чувствовала, что на испанском ему гораздо проще. Поэтому я начала потихоньку учить английский. Я занималась сама дома с книжками. Когда приезжала его мама, это была прекрасная возможность, такой интенсив. Она приезжала достаточно редко, или мы к ней ездили, но все же она говорит по-английски, но не очень много. То есть ты можешь с ней какой-то элементарный разговор, но вот чтобы нормально сесть поговорить, она, конечно же, предпочитает испанский язык. Поэтому с ней, именно вот с моей свекровью, мы потихоньку начали общаться. Это было на такой, знаете, ломаный сначала на испанский, вынужденный, по-английски это такое есть survival English, это был такой survival испанский. Мы с ней проводили часами. Я дома везде расклеивала, еще даже, кстати, на старших курсах университета расклеивала по дому плакаты весила с словами, самые используемые слова на испанском языке, и чтобы они просто у меня мельтешили, как бы перед глазами стояли, и я постоянно обращала внимание, что говорит мой муж, когда он разговаривает. Вот таким образом, вы не поверите, но я выучила испанский язык. Я никогда не ходила в школу, но на испанском я сейчас разговариваю свободно, даже при участии того, что я живу здесь, в США. И, в принципе, в США официального языка как такового нет, самый используемый английский, и второй, самый используемый, это испанский язык, потому что здесь очень много иммигрантов с Южной Америки. Вот, поэтому, в принципе, вы в любой бюро, куда обращаетесь, всегда есть выбор на, особенно в Нью-Йорке, на английском или на испанских языках. Поэтому, в принципе, моя дорога была немножко такая, много кочек было на моей дороге по изучению испанского языка, но, как была права моя учительница в школе, что испанский язык не настолько сложный, чтобы его изучать где-то в каких-то университете или в школе. Если есть такая возможность, то это прекрасно, но если такой возможности нет, то, ну и пусть, ты, в принципе, можешь. Сегодня у нас есть Facebook, у нас есть Skype, у нас есть столько всего, у нас есть книги, есть интернет, есть YouTube, где вы можете просто забить и слушать. Главное — натаскать свой слух. А потом нужно заняться тем, чтобы вы учили элементарные слова. Слишком много слов не нужно знать, чтобы начать заговорить. Нужно стараться и просто спроводить время в этой среде, а создавать эту среду искусственно может быть даже. То есть искусственно — это смотря фильмы, читая книги, общаясь в интернете. Мой главный совет тем, кто хочет говорить на иностранных языках — это не бойтесь, выходите из зоны комфорта, ищите возможности, путешествуйте, общайтесь, интернет, YouTube, Instagram. Столько всего в помощь, что на самом деле только ленивый, человек, у которого нет мотивации, уже не изучает иностранные языки. И глобализация настолько идёт сейчас прогрессивно, что столько много людей путешествует, и это настолько очевидно важно, что старайтесь не думать, что «Ой, у меня не такая память, я не смогу» или «Наверное, это слишком». Нужно начинать с такими очень маленькими шажками, и когда маленькими шажками карабкаешься вверх, то ты всё равно рано или поздно доберёшься до вершины. Главное — не бояться. Если русская пословица у страха «глаза велики», нужно просто не концентрироваться на том, что «Вот, я сейчас заговорю», да, а просто это делать, стараться делать удовольствие, найдите то занятие, которое приносит вам удовольствие. В моём случае это были разговоры с моей свекровью, я действительно хотела с ней общаться, мне было очень интересно узнать о детстве мужа, как всё происходило, вообще культура их Перу, их страна. Всё меня это интересовало, и поэтому мне нужно было заговорить на испанском языке. Впоследствии, уже перед тем, как у нас появились девчонки, мы переключились с мужем на испанском. Это было сложно, особенно было сложно для мужа. Я уже хотела практиковать свой испанский, а он казался, что моего испанского ещё недостаточно, чтобы со мной разговаривать. Но вот один раз, когда приехала его мама, один из таких разов, он услышал, как я с ней разговариваю, он был в шоке, он говорит, «Вау, ты уже говоришь». Вот, да, у меня очень лимитированная была тогда вокабуляр, я не могла, может быть, сказать всё, что я хотела, но я всегда обращалась к нему, он мне помогал. И сейчас мы разговариваем дома только на испанском. То есть на английский я очень редко перехожу, но он всё равно говорит со мной по-испански, вот, потому что он так просто себя комфортнее чувствует. Я говорю на английском тогда, когда я получила какую-то информацию на английском. Допустим, если я сходила в садик и поговорила с учительницей Александры на английском, то мне просто проще пересказать теми же словами на английском. Вот, ну а так, конечно же, в большей части, я бы сказала, 90% нашего времени мы разговариваем с мужем дома по-испански. И это смешно, что я, живя в США, практически не говорю по-английски. На английском я говорю только вот, может быть, на лобби, когда забираю посылки у себя в доме. И, пожалуй, всё, но, может быть, с соседями иногда, и то половина соседей говорят на испанском. То есть друзья у меня на русском языке, по телефону на русском. Семья Чамару, которая приезжает сюда на испанском, снимки по-испански. Друзья тоже на испанском. И очень-очень-очень я мало говорю результат на английском, пока вот сейчас я не работаю. Сейчас мы начали проект, который идёт на английском, поэтому я практикую. Все наши сотрудники, которые в США работают с нами, они тоже на английском. То есть сейчас только я вот начала чуть-чуть обратно говорить на английском. Это на самом деле такой парадокс, живя здесь в Америке, не люди на английском. Но есть как есть, я делюсь своим опытом, своими наблюдениями. И желаю вам мотивации, успехов. Я желаю, чтобы были все ваши англо-испано-французы любого языка и мечты. Говорить на разных языках это очень круто и очень приятно. Это сразу открывает огромное количество дверей для вас. Ваш кругозор расширяется, у вас мозг просто становится богаче и ты чувствуешь, что ты большой молодец. В русской культуре не принято себя хвалить, а это зря. Я на самом деле иногда даже не подозреваю, какая я большая молодец, что я сделала такие упорные старания. Я упорно старалась, шла к этой вершине и на сегодняшний день я с легкостью переключаюсь и говорю на трех языках. В общем, это такое смешно, может быть, но это видео, это я себя глажу по головке и говорю, Олечка, ты большая молодец, ты говоришь свободно на трех языках. Спасибо большое, что вы смотрели это видео, надеюсь, оно было для вас полезным. Не только что я просто похвасталась, погордилась собой. Надеюсь, что оно было для вас действительно полезным. Поэтому увидимся с вами в следующем видео и да, пока-пока! Продолжение следует...